Вспоминаем опять все то, о чем мы говорили. У нас есть уже некий фундамент, и мы опять будем вспоминать, что же мы за все это время сделали. Первое. Грех. Спасибо. Грех. До прощения еще далеко. О, чистота. Святость. Прощение. Есть такая модель у нас? Когда мы говорили о грехе, здесь мы говорили о чем? Творец. Цель. Творец. Ответственность. Есть, да? Здесь все понятно? Построил этот фундамент, мы еще не говорили о покаянии по-настоящему. Мы не разбирали это. Да? И вторая часть, которую мы начали вчера, называлась как? Жертва. Когда мы начали часть жертвы, мы начинали с чего? С определения жертвы. Когда мы начали говорить и давать определение жертвы, что мы говорили о жертве? Какое общее определение мы дали для нашего понимания? Нашего понимания жертвы. Добровольный или недобровольный? О! Добровольный. Или недобровольный. Отказ от чего-то материального или нематериального. Для чего? Для чего? С целью, да? Получение чего-либо в будущем. Такое рабочее определение для себя мы выработали. Такое рабочее определение мы для себя выработали. Только один человек сказал да, все остальные решили молчать. Да, да, да. Я такой странный парень, иногда требую к себе внимания. Итак, смотрите. Мы даем некое понятие жертве, которое вкладывается в наш разум. И мы им пользуемся. Когда мы слышим слово жертва, жертвовать, мы пользуемся этим понятием? В общем-то да. И мы узнаем, насколько это понятие на самом деле справедливо. Вы сильно расстроитесь, это неправильное понятие. Все, мы как бы пришли к общему знаменателю, да? И сказали, да, 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 нормально, нормально, все хорошо. Теперь мы узнаем, насколько это правильно. Потом мы рассматривали жертвы, которые приносят язычники. И описывали некие принципы, которые используют язычники при принесении жертв. Отлично. Какие? Разношение оценности не только для себя, но и для божества. Есть такое дело. Я буду повторять. Риск принести не то в жертву. Дальше. Результат в будущем. Результат в будущем. Это мы как бы общее понимание. Да? Понравится идолу или не понравится. Размышления над тем, чтобы принести не только цены, но и чтобы оно было нужно или угодило тому, кому мы приносим. Да. Есть риск того, что не понравится. Мы говорили, что язычники воспринимают божество как таковое, которое следит и мстит человеку, когда он сделал что-то не так в отношении к нему. Еще раз момент. Очень важный. Божество воспринимается как то, которое следит и мстит человеку за то, что он сделал. Но мы еще массу интересных вещей говорили о жертве. Мы говорили о том, что жертва является чем-то центральным, что привлекает внимание и не оставляет человека равнодушным. Не того, который приносит, а того, который видит или слышит. И что жертва, она, ну иногда может, моя жертва кого-то раздражает. Что жертва говорит о искренности и серьезности моих намерений. Да? Да. Говорили мы об этом. Что мы говорили еще? Мы говорили, что у такой позиции, в принципе, нет шансов на успех, потому что люди предполагают наличие многих божеств, и неизвестно кому в какой момент мы можем угодить. Да, мы говорили о том, что позиция язычников абсурдна по своему содержанию. Мы понимаем, что за каждым природным явлением стоит какое-то божество, и надо угодить какому-то божеству. Перечень их нам до конца неизвестен. Угождая одни, мы можем не угодить другим, а другие в этот момент будут сильнее тех. Ну, короче, бардак. Жизнь в ожидании, ну, постоянных неприятностей и неприятных неожиданностей. Да? Даже неведомым Богу тоже приносили и считали, что это нормально. Хорошо. Потом мы говорили еще, что божество, оно как мститель удовлетворяется кровными жертвами, да? То есть теми жертвами, которые, в общем-то, приносятся с кровью. Жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб и так дальше. Это песенка, что, по-моему, в мультфильме у Каталия Апольда была, да? Глаз за глаз, зуб за зуб. Да, мышки пели, да. И одно из фундаментальных и очень важных замечаний мы делали в самом конце. Мы говорили, что, несмотря на все это, человек остается центром всего этого процесса, потому что это все делается для меня любимого. Что как бы присутствует божество, присутствует поклонение, но центром всего процесса, конечной целью является сам человек. Понятно? Вторая вещь, о которой мы говорили, или я уже не знаю, я сбился со счета, может, не вторая вещь, да? Мы говорили о том, что достаточно тяжело приносить жертвы, понимая или осознавая то, что наша жертва не нужна тому, кому мы ее приносим. Есть проблема в этом. Есть некая проблема для человека. Приносить постоянно жертвы, отрывать от себя что-то ценное и дорогое, потому что к жертве неприменимы слова, что-то неценное, малозначимое. Это действительно что-то, что ценно для нас, да? Ну и понимать, что тот, кому мы приносим, оно, в общем-то, не очень-то и надо, собственно говоря. Помним, да? Мой неудачный пример с подарком другу, который вызвал вчера столько дебатов. Ну, не знаю. Вызвал он очень много дебатов. Вы должны были поразмыслить, я вас с этим оставил. Да? Ну и как? Поразмыслили? Каким мыслям вы пришли? Ну, я подумал, что если человек с Богом, то Бог ему подскажет. Правда заключается в том, что то, что вчера произошло, оно произошло. Надо начинать, к сожалению, мне очень не хочется, но надо. И я сейчас просто объясню, в полемику мы уже сегодня вступать не будем, потому что опять это может затянуться как надолго, поэтому вы останетесь уже с моим мнением, все, кто будет не согласен, подойдете ко мне потом. Я еще раз попробую объяснить. Человек очень странно устроен. Пример, который говорился, он говорился о двух личностях. Даритель и тот, кто принимает. Это понятно? При всем при этом, я не использовал здесь понятие Бог. Я приводил пример между двумя людьми. Понятно, почему уже переход к Богу, он не совсем корректен. Понятно. Даритель и тот, кто принимает. Я говорил о том, что тот, кто приносит, дарит, жертвует, он вовлечен в некий процесс, который называется размышление. И мы вчера говорили, причем говорили, когда говорили о жертве в принципе, не привязываясь опять-таки к Богу или Божеству. Мы говорили об основных принципах жертвы. Мы говорили, что размышление, оно происходит на тему, как то, что я даю, должно или может угодить тому, кому я это приношу. Это часть моих размышлений. Когда я дарю подарок в общем смысле, я размышляю над тем, чтобы мой дар, он был приятен тому, кому я его приношу. Если я над этим не размышляю, это показывает прежде всего мне о моем отношении к тому, кому я его даю. Это понятно? Если я купил, что проходил, какая разница, купил, подарил, все. Это мое отношение. Но если отношение правильное, а в случае жертвы, это отношение зависимости или осознание зависимости. Поэтому безразличие здесь, по идее, должно отсутствовать. И размышление над тем, чтобы жертва была угодна и была принята, это основание, на котором строятся все последующие действия. Если я даже не размышляю над тем, примется жертва или нет, то зачем я это делаю? На всякий случай. А если я делаю на всякий случай, то является ли это жертвой? Является ли это жертвой? Не, ну, могу дать этому, 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 этому. Но тогда это не обладает ценностью для меня, тогда это не жертва. Уберите вот эту часть, уберите вот эту часть, и то, что вы делаете, перестает быть жертвой. Это понятно? Да. Почему я вас вчера оставил с мыслью? Скажите, пожалуйста, размышляете ли вы перед тем, как вы приносите свои пожертвования, или жертвы, или просто деньги, то, что является для вас ценностью, и ложите это в корзину с пожертвованием. Я не спрашиваю вас ни о чем. Я предложил вам просто поразмышлять на эту тему. И ответ будет для вас определять, являлось ли то, что вы делаете, жертвой, или механическим действием, которое вы делали. В следствии вашего одноразового решения, в следствии вашего посвящения, в следствии того, что так нужно делать, так правильно делать. Много причин, почему мы это делаем, можно назвать. В прошлый раз мы потратили часов 20, размышляя на тему даяний. Да? Но на сегодняшний день мы говорим, послушайте, является ли это жертвой, определяется. Размышляем мы или нет? Если мы не размышляем, сори. Это показывает о моем отношении к тому, кому я приношу, и насколько мне это ценно. Здесь эта часть понятна? Справедливо между отношением человек к человек? Справедливо. Итак, даритель, он размышляет, он тратит время, выбирает. В конечном случае, если у него нету, приобретает. Да? Ну и потом, соответственно... Потом, соответственно, приносит. Здесь все понятно? Здесь все понятно. Последовательность понятна, умственные силы, затраты понятны. Все хорошо? Все отлично. Теперь, ужас заключается в том, нашего расклада, когда в конце всего этого процесса... Все, что мы сделали, не нужно тому, кому мы принесли. Размышления были неверны. Понятно, о чем идет речь? И когда вы мне вчера объясняли, что нужно там узнать, что ему нужно, давайте дадим ему денег, ему точно нужны деньги, давайте еще что-то сделаем, все это классно. Все это классно, но меня интересовал процесс вот этот последовательный и результат. Понятно, что весь процесс потерпел провал. Потому что он не достиг своей цели. Размышляли мы для чего? Для того, что нужно и угодить. В конечном итоге уже не нужно, значит, мы провалились. И я вас спрашивал о простой вещи. Представьте себе жизнь, в которой вы живете, зная, что тот, кому вы приносите, не нуждается в этом, что вы приносите. Ему не надо, у него уже есть. И есть много. А? Что? Я дарю себя. Правильно. Лучший твой подарочек – это я. Опять. Мы говорим... Понимаете, в чем дело? Ваше любое высказывание приводит к некой проблеме. Значит, если вы дарите себя, то либо вы должны отдать все, что вы имеете, чего явно не произошло в вашей жизни, либо это профанация идеи, и вы можете вообще ничего не давать. Потому что вы отдали как бы в себя. Ну, гипотетически. Понятно, нет? То есть, высказывание «я отдаю себя», ну, тогда надо отдать все, что я имею. И мы видим, в общем-то, в Писании таких людей, которые так поступали. Они отдавали все, что не имеют. Тогда они могли сказать «я отдаю себя». Но поскольку, в общем-то, этого в наши дни, пока я не встречал, за редким исключением, один раз в жизни я встречал, человек продал все, что имел и отдал в церковь, я один раз такое встречал, то вот за этим редким исключением я понимаю, что это фраза, за которой ничего не стоит. Понятно, да? Но в то же время эта фраза обозначает, слушайте, я отдал самого себя, значит, я могу ничего больше не жертвовать, я могу больше ничего не приносить. Ну, логически построено понятно как? Логика достаточно понятна? Все равно вернусь к размышлениям, выбору, приобретению и приношению. Когда-то мы разбирали с вами тему Каина и Авеля, и мы говорили, человеку важно знать, принят его дар или нет. И когда Каин понял, что дар его не принят, он серьезно расстроился. Поскольку мы не размышляем над этой частью, не размышляем над частью принятия, принятия как конечного результата, то разочарования нету. То и разочарования нету. Но как только человек начинает размышлять, то у него может постигнуть достаточно серьезное разочарование. И это понятно? Понятно, нет? Когда человек начинает размышлять над частью принятия, и у него нету подтверждения о принятии, то может постигнуть часть достаточно большая разочарования. Теперь два слова о денежных приношениях. Помним, да? Часть называлась «Изменения в будущем», правильно? Мы узнаем, потому принят наш дар или нет, если изменение в будущем наступает. Мы так определяли, принят дар или нет для язычников? Так? Мы такое определение давали? Ага. Мы приносим наши десятиные приношения. Что? Не принял. Я правильно понял? Не вспомнили язычников? Не вспомнили язычников? Понятно, да? Не все были год назад. Еще раз. Когда мы приходим к вопросу принятия вот такому, то это как называется? Язычество. Потому что наш Бог не таков. Писание очень четко говорит для нас, каков наш Бог. Что он дает наперед? Он дает не потому, что мы ему дали, а потому, что он добрый. Язычники пытаются у милости ведьмога для того, чтобы он что-либо сделал для них в будущем. Наш Бог не ожидает и не зависит от наших приношений и даров. Он дает нам, потому что он добрый. Понятна разница? Итак, мы приводили местописание. И я слушал ваше размышление на тему прощает, но не оставляет без наказания. Исход 34.7 Исход 34.7 Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания. Наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Теперь я хотел бы посмотреть на несколько другой перевод или другие переводы этого местописания и посмотреть, так ли справедливы наши мысли были вчера о нашем Боге, как это говорится в Писании. Я не буду вам напоминать, как вы вчера о нем думали. Итак, прощающий. Различные варианты. Грех, непокорность, заблуждение, неправедность, возмущение, легкомыслие, преступление, прегрешение, вину. Достаточно длинный список в различных вариантах. Он по-разному, в общем-то, переведен. Но список понятен? От, там есть слова такая, пеша, означает открытый бунт против Всевышнего. Хата, нарушение закона по ошибке или незнание. То есть, любую форму. Открытый бунт, по ошибке. Но если человек приходит, то он прощает. Понятно, да? Не оставляющий без наказания, взыскивающий за вину отцов с детей и внуков до третьего и четвертого поколения, если они грешат. Маленькое дополнение. Если они не покажутся. Если они грешат. Понятно, да? Оставит без кары, без наказания раскаившихся, но не оставит без наказания тех, кто не раскаялся. Понятно, да? Да, точно так же действует и проклятие. Оставит без наказания раскаившихся. Но не оставит без наказания тех, кто не раскаялся. Потому что они следуют дурному примеру своих родителей. Как мы это видим в объяснении на стих или в самом стихе исход 20 глава 5 стих. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня. Он наказывает до третьего и четвертого рода тех, кто ненавидит его. Тех, кто по-прежнему упорствует в своем грехе. Прощающий грех на иврите носе авон возвращающий изначальную чистоту причем за грех совершенную преднамеренно. Если человек раскаивается, Бог возвращает ему изначальную чистоту. Буквально очищающий не очищающий. Если человек не раскаялся, Бог не очищает. Если человек раскаялся, Бог очищает. Он есть тот, кто очищает или не очищает. Мы об этом достаточно подробно говорили, когда мы разбирали понятие какое? Чистота. Спасибо. Чистота. Итак, понятно, что получается? Когда мы размышляли, мы говорили о том, что не оставляют без наказания. В независимости как бы по тексту первоначальному, которому мы рассуждали, мы говорили, что в независимости от нашего покаяния наказание, в общем-то, покаялись, он простил, ну, так, наказал. Ну, так именно. Простил, но наказал. И мы видим в жизни людей, мы видим в жизни людей некоторые вещи, которые происходят с нами. Мы каемся, Бог нас прощает, но неприятности и наказания все равно приходят в наши жизни. это потому, что Бог не простил? А почему? Нет. Действие как следствие. Согласен. Но Бог здесь при чем или не при чем? сказал сам. Все, понял. Я говорю, что в вечности мы уже спасены, а в настоящем мы несем ответственность за совершенный грех. Прощение его касается вечности. Хорошо. Еще какие варианты? Мы делали очень важное замечание, что его прощение не обозначает автоматическое прощение людей. Его прощение не обозначает автоматическое прощение общества. его прощение не освобождает нас от действия законов государств, где мы живем. Понятно, что я говорю? То есть, на самом деле, он прощает, и мы не несем наказание, которое должны были понести от него в вечности. Но нашего поступка есть определенная ответственность перед другими людьми, перед обществом, перед законом. И от этих вещей его прощение не освобождает. Он может сверхъестественным образом вмешаться в обстоятельства. Может. Об этом мы говорили. Система мироздания, она не закрыта от его вмешательства. может свободно вмешиваться и творить свои чудеса по своей воле. Но требовать мы от этого не можем. Мы можем просить, мы можем молиться, мы можем что-то делать, да? Но прощая нас, он не освобождается автоматически нас от ответственности перед другими. Понятно, да? Микрофончик дайте. Еремея 32.18 Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Савов. Если брать предыдущее место Писания, мы смотрели исхода, то на самом деле я нашел только один перевод, в котором в скобках написано, что если они продолжают грешить. То есть все остальные переводы, но они переводят так, как в синодальном переводе. Как вот толковать вот эти места Писания в таком контексте? В контексте наказания? В контексте перевода, собственно, ну как бы. То есть определение о том, что если они продолжают грешить, основано на высказывании в скобках. В одном переводе, допустим, у меня здесь штук 20 есть. Можно ли из этого вводить такую доктрину именно таким образом? Ну, во-первых, мы говорим не о доктрине, мы говорим о смысле. И мы можем говорить о том, что наступил момент, когда больше не будет так, что отцы ели виноград, а у детей будет... можем мы сделать вывод на основании того, что произошло приблизительно 2000 лет назад, что такое время уже наступило? Мы можем говорить о милующем Боге? Да? И если вы кроме перевода почитаете комментарии на все эти места Писания, традиционные комментарии, то вы увидите, что комментатор сходится к мысли о том, что если человек кается, он получает прощение и избегает вечного наказания. Еще раз, что мы имеем в виду? Как бы согласен, просто ну, как бы это можно доказывать тогда по-другому, как бы скажем, из других мест Писания? Из других мест Писания мы можем доказывать это, разбирая другие места Писания, но на что я обращал внимание и о чем шла речь? Нас интересовало наше восприятие, и я взял конкретное место Писания и, глядя в конкретное место Писания, я показывал на наше восприятие Бога, как того, кто наказывает или мстит за грех. И когда мы говорили об этом, мы пришли, в общем-то, к такому пониманию, как Бог, который мстит за грех. К сожалению, очень распространенное понимание. я сделал это преднамеренно, показывая нам наше восприятие Бога. Я взял местописание и сказал, давайте на него посмотрим. Он прощает, но наказывает. Все сказали, ну да. Я говорю, послушайте, посмотрим в другое место, чтобы из пролития крови не бывает прощения. то есть его справедливость требует вот этого, смерти, наказания. Он не отпустит просто так. Все поразмыслили, сказали. Ну да. Но можно было привести целый ряд других мест писания, раскрывающих не только его справедливость, но и милость, которая превозносится над судом. Достаточно много таких мест писаний. И мы будем говорить, что справедливость требует наказания, но милость, которую он являет к нам, незаслуженную нами милость, она превозносится. И если мы каемся, то мы приобретаем справедливость или милость. И когда мы говорили о прощении, то мы говорили о справедливости или о милости. Что получается? в очень многих случаях мы говорим милость, благодать, милость, аллилуйя, мы не под законом, мы под благодатью. Но когда нас остановить и сказать, давайте посмотрим, вот, и что мы увидим? Мы увидим Бога, который мстит, который наказывает. В нашем восприятии. И это то, что я вчера, в общем-то, проделал. Но можно взять массу других мест писания, спасибо большое, дополнить это, посмотреть различные переводы и комментарии, и все-таки вспомнить о том, что Он милующий Бог. Он милующий Бог. И если Он наказывает до третьего, четвертого рода, то Он наказывает тех, кто ненавидит Его, кто следует примеру отцов, не раскаившихся. И детей не просто, которые родились и ничего не сделали, а детей, которые продолжают ходить вслед своих отцов, грешить теми же грехами. Понятно, да? Я показал как бы одну сторону и теперь показываю в другую сторону. И нам нужно задумываться постоянно, как мы воспринимаем нашего Бога, как мы размышляем над Ним, как над тем, которые не оставляют без наказания или как над тем, которые милуют. Почему? Потому что мы вчера смотрели некоторые места и размышляли на тему отсечет, бросит в огонь. Я говорил, послушайте, поднимет, привяжет и омоет. Разные стороны. Но как мы воспринимаем? К сожалению, очень часто мы воспринимаем как того, кто наказывает. Вот этот момент, на котором я хотел просто заострить ваше внимание. Не на правильном ответе Иисус. Не на правильном ответе мы не под законом и под благодатью, а над тем, как мы действительно смотрим на нашего Бога. Иногда, к сожалению, неправильно. Понятно, да? Перерыв. Иисус.